Барышня и кулинар На принцессу похожи Рапунцель У Рапунцеля волосы чуть подлиннее Метра на 30 Слава богу, что у тебя не такие волосы Прикольные Это большая, мужская Знаешь, как все девочки Я так мечтала в детстве быть принцессой Какой? Не знаю, не с волочкой Мне все время сказали, что красавица Романтично спит, приходит принц Но без принца как-то скучно Конечно, мы для того Все делаем для того, чтобы Найти этого принца, быть с ним Все вы делаете Голодный принц не бывает Лалы, балыш, балыш Пойдете на бал, голодный Принцы у вас голодные, сами вы голодные Раз, два, три Миша, ты у нас принц Я у вас принц Ты у нас царь Харона нашла своего обладателя Меня Миша зовут Я забыла вас познакомить Девушка знают все Да, девушка знают все Но все равно надо же представить Александра Савельева, моя подруга Участница группы Фабрика Принцесса Принцесса И мы вместе с Сашей катались На ледниковом периоде Где мы только с тобой не готовились Катались Было очень здорово, весело А я думаю, что сейчас мы еще что-нибудь с тобой вкусненькое приготовим С тобой ни разу не готовили ничего Ну, сегодня мы этим и найдемся Девушка, разбирайте ножи Ножи и выложи Нормально Все хорошо Будем же работать Будем же что-то делать Мне нравится вот этот Вот этот Давай, я дам Вот этот Этот мне нравится Посмотрите Ой, нет, вот этот круче Семенович всегда пишет Мне шпаргалки, что мы будем готовить Паштет по-королевски Я понимаю, что это мое Да Суп нежный, это не ко мне Нет, это мое Это я, я, я Десерт воздушный манго Десерт написан большими буквами Поэтому это для меня Да, да Итак, паштет по-королевски я Суп нежный, Семенович Десерт Саша, правильно? Да Отлично А Саше вообще можно готовить десерты Потому что Саша такая стройная всегда И при том, вы знаете, телезрители Ух Я вам расскажу секрет Саши Почему она такая стройная Она ест столько еды Вы даже не можете представить Я думала, что она ест раз в неделю Нет, нет Просто у человека очень хороший метаболизм Это обмен веществ потрясающий И просто вот действительно Я завидую У меня есть такая еще одна подруга Которая столько ест Саши И хоть бы она килограмм прибавила Вот главное, чтобы эти килограммы Потом не отразились Нет, нет Нет, ну куда Да тебе я не отразился Не отразился никогда Вы можете помочь Ане Пока она будет что-то делать Я с мужем лучше помогу Ане сделать Суп на курином бульоне Который уже готов Куриный бульон есть Куриный бульон Значит, нам с тобой надо Продукты Я почему-то не вижу для этого супа Вот, пожалуйста, продукты Вот из этого ты будешь делать суп? Да, это зеленый суп Зеленый суп Зеленый суп Не калорийный Не калорийный, я понял Немножко мы добавим сыра На курином бульоне Куриный бульон, сыр Я вообще везде его добавляю Сейчас Вот, так что нам нужна только зелень Половиночка лука И главное Это перепелиные яички Ты сейчас как повар Которые, кстати, Михаил Надо кушать мужчинам Потому что в них содержится Столько всяких витаминов Для мужчин Даже говорят больше, чем В аэропродукте Ну и на самом деле Даже яичницы из перепелиных яиц Гораздо вкуснее, чем из курины Я для себя их недавно открыла Просто Знаешь, первая ошибка В отношении перепелиных яиц Которые допускают практически все Какая? Ты сколько по времени их варишь? Ну, минуты 4-5 Обычно яйцо 3 минуты варишь И перепелиных Минуту Вы их перевариваете А они плохо чистят И жесткие становятся Да, кстати, плохо чистятся Ну, потому что вы их долго варите Перепелиное яйцо вот такое вот Что-то, смотрите, вот крутые Нужно 1 минуту А маленькое, конечно Бросил, закипел А через минуту выдашил Интересно Борхас Настоящие испанские отборные оливки Рафинированное масло Которое делает продукты Только лучше Честное слово Не устаю признаваться ему в любви Знаете, мне что-нибудь сделать? Я... Попаришь половинку лука Я знаю, очень хорошее средство Чтобы не плакать, когда режешь лук Надо петь Петь? Попробуйте Не-не, а я не плачу Я и так не плачу Я не пою и не плачу Не, я могу очень петь Но я боюсь, что если я начну петь То Зиминович убежит Она не любит, когда я пою Саша, ты просто этого не слышала Она не любит конкуренцию У меня нет слуха Представляете, у меня нет слуха Не стыдись Это не важно Главное петь душой Я душой пою песню Одной моей любимой группы Знаете, когда В особо тяжелые моменты Душевные невзгоды В общем, когда у моей любви Села батарейка Я так люблю эту песню Знаете, эту песню? Ой, ой, ой Е-е-е-е-е Батарейка Да Да, она села батарейка Вот и будет А, а я лучок Давай мы с тобой, знаешь, что делать? Для паштета? Порежем, ну, не мелко Паштет начнем с лука А не в лес, в лес блендер Мы очень любим лук семенович А какой лук лучше? Белый, красный или обычный? Абсолютно без разницы Если красный лук не ялкинский Знаете, такой крымский лук? Он сладкий Да, да, да Его не надо жарить Его надо есть прям большими кучками В лесу и прям с мясом Да, его можно немножко замочить И с помидорами Маслечки, да Чуть-чуть капнуть Сольцем, с перчиком Уксуса, да, или лимонного сока Перчим, пасырях мы делаем Да, да, да Прям вообще вещь Все же артисты любят Крым, Ялта Они всегда привозят с собой лук Я правда оттуда везу лук Это все блендер? Да Я скоро буду снимать свой клип новый в Ялте Вик, я вам привезу это в ялтинского лука Будем с тобой готовить Да Ялтинский лук еще имеет одну особенность В отличие от обычного репчатого лука Долго не хранится Девчонки, что еще будет добавлять? Вот это ты будешь добавлять? Сейчас мы немножечко ее еще порежем А? Вот возьмите Это сыр, да Это сыр, какой? Мягкий, мягкий Мягкий сыр плавленый Туда надо добавить Да? Зеленью не хватит, правда Вот что-то прям это А весь отсюда добавлять? Не, не, ложки две три Я бы советую с вами Если много добавить и будет очень жирно Три чесночинки всем рекомендую Кушайте чеснок, он даст вам легкий аромат Вот так Я пока дорежу зелень Потому что мы сверху немножко посыпем все-таки кинзой Саша, знаете, что делать? Возьмите бульон Так, да Курильный он холодный Значит, надо взять Я думаю, что половника три Голодного надо добавить бульона туда Комнатная температура Правильно, если Анечка сварила Вы оставила на плите Это грандиозная просто Да, находка Да, находка Это моя находка Ты уже многие вещи на кухне делаешь автоматически Я это сделала Ура! Хорошо, теперь Когда вы долите бульон, можно уже чуть-чуть почистить яички Перепелиные, да? Нарезать их пополам И оставьте немножко зелени, чтобы потом добавить Да, 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 я так и делаю Я пишу ее мелко-мелко-мелко Вот там, например, тертарейки у тебя лежат Да, это тертый миндаль А разделите ее на две части Сделайте умно Получасти Засыпьте вот полчасти миндаля туда же А полчасти миндаля тертого Оставьте для украшения сверху Да, так мы и сделаем Да, да, да Я пока скажу телезрителям, что когда вы готовите печень для паштета Вы обязательно должны снять все прожилочки Вот разрезанные небольшие кусочки, снять все пленочки Вот печень такая пористая Вот все убрать Печень должна быть абсолютно чистая, коричневая, без дырочек Да, работа достаточно кропотливая Но это необходимо сделать Хорошо помыть Нарезать небольшими кусками Все, сыр добавлен Да, сыр добавлен Сейчас мы с тобой будем все это Вот так, это лишнее, это уберем Какая полезная печень Просто там фолиевая кислота Потрясающий вообще ингредиент Который необходим нашему организму Для крови Семена, когда ты говоришь про фолиевую кислоту Я прямо-таки замолкаю Потому что я не знаю, что это такое Ну, это такая кислота, которая нам очень нужна Особенно она нужна беременному женщину Все, добавляем печень в сковородку И пахнет жареным луком Ой, бомба Девчонки, теперь еще один вам секрет Паштета дам Давай Далее в программе Пошли женские разговоры Где обитают настоящие принцы А он к тебе подошел сам? Нет, мы случайно встретились И он сказал просто Девушки, я вас знаю Чем кормят своих возлюбленных Настоящие принцессы Ну вот теперь я обязательно приготовлю ему печеночный паштет И как развлекают своих избранников Говорим, кого ты на столе А также Три секрета по-королевски вкусного паштета Напоминаю, что сегодня мы создаем Изысканный обед Вместе с участницей группы фабрика Сашей Савельевой Принцесса В меню для настоящих принцесс Печеночный паштет Суп-пюре из зелени И десерт из манго Итак, паштет по-королевски И я, суп нежный Семенович Десерт Саша, правильно? Да Главное в зеленом супе это блендер А в печеночном паштете Соблюдение технологии Но когда вы готовите печень для паштета Вы обязательно должны снять все прожилочки Прямо сейчас важнейшие секреты королевских кушаний Вот посмотрите Вот у вас печень должна приобрести коричневый цвет Нежный У вас там есть лук Пока мы не солили Не перчили Не добавляли никаких специй, кроме лука Теперь нам надо, знаете, что сделать? Что же? Я не знаю, я тебя попросил достать коньячку Ты думала, что мы будем выпивать? Я думала, мы будем пьянствовать сегодня Прямо с утра? Люблю коньячку И я не люблю коньячку Выслепить я люблю, но не сейчас А вот, посмотрите Я тоже не люблю коньячку Вот чуть-чуть коньячку Я налью Вот Вот так Нужно само по себе Без пушкетирования Девчонки, еще один секрет Вот когда Налезать коньяку Мы добавим чуть-чуть Сливочного масла Аромат просто потрясающий И дадим минуту полторы-две Может быть даже три Печень и вот с этим коньяком Потушиться Ну Сашка, мы, наверное, новые слова придумаем Да Привращение мяса в пашки Это наше пушкетирование 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 Пушкетирование, да Так, а нам надо на самом деле взбить все Мы же не взбили все, что в блендере А сейчас это у нас пюрирование Очень хорошо для развития речи Пушкетирование, пушкетирование, да Так Сашка нах disappears С ума сойти Теперь что? Значит, мы взбили в блендере зелень, немножко лука, вкусненько пахнет такой зеленый, немножко лука, чесночинки и обычный плавленый сыр. Сейчас мы, значит, добавили, я считаю, немножко куриного бульона, чтобы она не была жирной консистенции. А теперь мы всю вот эту начиночку выливаем в уже готовый куриный бульон и доводим до кипения. И супчик у нас готов. Ой, красиво, как лучше. О, конечно. И получается такой, вы знаете, нежный, диетический, вкусный, сырно-зеленый супик, который я очень люблю. Ну, хотел бы я тебе предложить весь сыр добить туда, а ты про диетический. Знаешь, ну давай. Он будет более такой, пюре сырный. Давай, прямо, ничего страшного, он сейчас раскладывается там внутри. Ой, хорошо, как. Мне совсем захотелось, хотя я не очень люблю, не поклонник я вот таких вот. А я люблю, это очень, это очень полезно. Представляешь, сколько здесь минералов в зелени, это же вообще. Минералов в зелени, это вообще минералов. Я приготовлю ему такой супчик, потому что он у меня тоже активно занимается спортом, любит все такое нежное. Ну, красивый суп, я не знаю, насколько. Мне кажется, очень, тем более сейчас весной, вообще прекрасно. Чтобы приготовить этот изысканный суп, измельчите в блендере кинзу, петрушку, обжаренный миндаль и плавленый сыр. Продолжая взбивать, влейте часть куриного бульона. Другую разогрейте в кастрюле, соедините с пюре и доведите до кипения. Посолите и поперчите суп, а потом потомите еще минут семь на медленном огне. Уже в тарелках украсьте блюдо разрезанными пополам куриными или перепелинами яйцами. Посыпьте натертым сыром. Настоящих принцесс этот благородный суп-пюре точно не оставит равнодушным. А я сейчас займусь уже приграблением Почтета. У нас почти все готово. Для Почтета самый главный секрет вам раскрываю. Проконяй сказал, про смесь двух масел сказал. Теперь самое главное, чтобы печень была нежной, надо добавить чего, Саша? Чтобы ее размягчить. Ты не говоришь, что пиво или водочки. Сливочек надо добавить. Прямо в сковородку добавляю густые сливки Валио. Они делают мясо нежнее, печень расцветает. Это настоящий слив, который много не бывает. Именно они придадут нашему Почтету изысканный королевский вкус. Не жалеете. А сливочки мы добавляем прямо в сковородку. Да, 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 потушиться должна печень. А много нужно сливок? Кашу маслом не испортить, а Почтет сливками Валио. Сливки на все случаи жизни. И подпись Валио. Чистая правда. Да когда ты, расскажи, познакомилась с Сан-Фринцем? Так интересно. Знаешь, банально в караоке. Да ты что? Это при том, что... А улюбись и Алла, я понимаю. Это при том, что я вообще караоке не люблю. Да, я знаю. Я каждый раз прихожу в караоке, мне просто очень... Когда очень много народу, когда громко все... Мне хочется сразу забиться куда-нибудь, заснуть. И все просят, ну спой, ну спой. Да, Витя, ну спой. Да, ладно, давай, всегда. И надо петь. Людям же не объяснить, что ребята, дайте мне отдохнуть. Я хочу просто посидеть, послушать, как вы поете. И спать, ну там, не знаю, поесть что-нибудь опять же. Да, опять же поесть. Опять же поесть. Поговорить с кем-то в те редкие минуты между песнями. Да, 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 да. Между там рюмка водки на столе. А песня номер один в караоке, по-моему, да? Да, ну после рюмки водки, конечно, это песня номер один, как ты думал? Ну да, 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 все все начинают. После графинчика. После графинчика. Вот, и так и познакомились с Сан-Фринцем. Здорово. Встретились? А у тебя подошел сам? Не постеснялся? Мы случайно встретились, извините, около дамской комнаты. Ну что он там делал, я прошу прощения? Нет, ну он там курил, а я проходила мимо. И он сказал просто, девушка, я вас знаю? Он сказал, да, девушка, вот он именно так и сказал. Ты представляешь меня? Да, но только он не знал, кто я, и я не знала, кто он. Вот, ну вот как-то так получилось. Это, говорят, сказка прямо получается. Прям сказка, да. Да? Девчонки, все мы мечтаем о принце. И правильно делаем, потому что чем лучше мы себе его представим, тем скорее он появится. Так, а я тут держу вот этот замечательный манго. Манго, десерт, с которым мы сегодня делаем. Да, это же самое главное сегодня. Ты, наверное, ему такой готовишь десерт? Просто фруктики я готовлю. Фруктики, да? Делаю в блендере, в коктейльчик, бананы, яблочки, там что-то такое. То есть манго ты лопаешь сама? Манго я лопаю сама, потому что мне кажется, манго достаточно все-таки калорийный. Ну манго калорийный, потому что в нем есть. Да, сладкий. Да, ну я думаю, что обязательно мы приготовим такой десерт. Значит, нужно разрезать манго. Так, вот так, да? Пока мы тут с манго я уже пошли сделать, посмотрите. Прямо со сковородки все переложил и взбил. Прекрасно. Вот такая большая. Какая прелесть. Так, что мы делаем дальше? Вытаскиваем косточку. Так, мне нужно будет сейчас достать мякоть. Ага. Ну все, взбивать можно уже прекращать. Опа. Нам нужно будет достать мякоть, да. Какая приятная работа. Выставать мякоть. Семен, Семен, все, посмотри. Паштет. Ой, как он кажется. Можно добавить кочевареных едет, еще моркови. Я не раз в своей жизни не делала паштет. Слушай, я тоже никогда не делала. Слушай, я тоже никогда не делала. Мне казалось, что это так сложно. Что-то попробовать? Да, конечно. Даже, по-моему, еще подсолил бы еще. Не, не надо. Он готов. Пусть стоит. Очень вкусно. Короче, мы сделали. Вот что мы сделали. Значит, мы вытащили косточку из манго, вытащили всю мякоть. Да, главное, пока будете вытаскивать мякоть, не ешьте ее. Она пригодится еще. Потому что ее не хватит, да. Пригодится воды напиться, да? Так, вот она мякоть. Но самое главное, нам нужен обязательно какой-нибудь творожок или творог, или... Есть! У меня есть потрясающий творожный крем с валю, с кусочками лимона. Еще вкуснее, он даст маленькую легенькую кислиночку нашего десерта. Будет очень здорово. Знаешь, я вообще очень люблю валю. У меня всегда очень много разных вещей. Уже интересно попробовать. Вкусненький. Да, как вкусно пахнет. Девочки, я вам сейчас вас научу сейчас, знаете... Паштета много, а я вас сейчас научу, как сохранять. Паштет долго. Да. Верно, я в одну вазочку не доложил паштета, ну, полсантиметра. Сейчас я растоплю сливочное масло. И зальете маслом? В верхней его фракции специально, не всем маслом. Когда у вас растопится сливочное масло, оно разделится у вас на две фракции. Там одна чуть более густая будет внизу, а верхняя часть будет вот эта чистая, то, что нам нужна. Мы ее дольем маслицем, паштет, и отправим к ней в морозилку. Да ты что? И вот это замороженное масло будет играть в рот крышки. И на неделю у тебя будет совершенно спокойно стоять. Вот, неделю. Она будет свежая под этим маслом. Ты можешь положить сюда чуть-чуть зелени. Дай, ну, чуть-чуть. А потом, когда мы будем мазать паштет на хлебушек, мы прямо с этим маслом берем или снимаем масло? Хочешь с маслом, хочешь снимаешь масло. Можно морковки добавить, любой элемент для красоты здесь пойдет. У нас же готов, просто практически десерт. Да. Осталось только его выложить вот сюда. Александр, мы ни с кем так быстро и лука одновременно не готовили. Так, оп, держи. Здорово. И на самом деле, вы не выкидываете прекрасную шкурку из-под манго. Ее можно использовать вместо вазочки под ваш десерт. И мыть не надо. И мыть не надо, сфилду выкинул. Вот так вот. Вот смотри, видишь? Масло. Да. Белое, густое. Ассанец, а вот сверху такое прозращее. Вот это нам, это именно верхняя прайсия будет нужна. А как ты будешь снимать ложечкой? Ложечкой, да, оно сейчас постоит 2 секунды. Конечно, никуда не делится. Ну, премьер, скажи. И будет супер-пупер брадик. Саша, скажи мне, а ты вообще сама любишь супы? Я супы очень люблю. Они очень полезные и обязательно вкусные есть. Даже вот если будет выбор съесть там супу или... Или второе. Здорово, лучше суп съесть, потому что для желудка... Знаете, Саша, какой любимый суп у Семенович? Какой? Жареные лисички с картошкой. Ну, я нормально всем рассказываю. А я, знаете, как люблю жареные лисички с картошкой? Она тоже любит. Это очень вкусно. Скажи мне, а вот девчонки, девчонки вот из группы, да, вот они следят за фигурой или они такие счастливые, как и ты, лопают все подряд. Катя тоже худая, такая же, как я. Ест все подряд. Да, Иришка больше следит, но у нее, видно, она с детства вот спортивная очень девушка, да, и она постоянно то, что, ой, нет, я это есть не буду, а вот это я есть. Вот ей все время кажется, что она поправится. Я говорю, Ира, ты худая, успокойся. И все нормально. Что ты мне говоришь? Я же знаю, я говорю, ну, а я, говорю, тоже знаю. Далее в программе. Чем питаются во дворцах? Я обязательно буду готовить теперь такой суп. Что нужно для изысканного обеда? Деликатесы? Вот если бы кому сказать, что это из пучка зелени суп, никто же не поверит. Дорогие приправы? Я тут перчик люблю, так полезно. Редкие продукты? Кушан, нежностью пробирает даже кости. Нет. Главное, чтобы обед готовили, особы королевских кровей. Ну, за вас, принцессы. За принцессы. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях высокая гостья. Участница группы «Фабрика» Саша Савельева. Да, девушка знают все, но все равно надо же представить. Мы затеяли настоящий королевский обед. На первое, удивительное блюдо из зелени, куриного бульона и плавленого сыра. Диетический, вкусный, сырно-зеленый супер. На второе, нежнейшее кушание из куриной печени. Вот, посмотрите, это вот чистый паштет, без всяких добавок. А на сладкое, необыкновенный десерт из творога и манго. Пока будете вытаскивать мякоть, не ешьте ее. Потому что ее не хватит, да. Прямо сейчас секрет длительного хранения паштета. Так, паштет заливаем. Ой, красота какая. Я не буду заставлять вас есть тосты, потому что Саша мне по секрету сказала, что в тостах, почему Саша больше, чем в обычном хлебе-то? Оказывается, да. Нет, в тостах нормально. Это в хлебцах. Хлебцах больше калорий, чем в хлебе. Ну, может быть, намажем паштет. Можно намазать на хлеб, да, и можно даже не подсушить. Обычно, я вот так вот сделаю вам. Я люблю не подсушенные. И я люблю не подсушенные. Если хлеб свежий, что его подсушивают? Подсушивают хлеб, который уже не очень свежий. Да? Ну, что там свежий с таким паштетом-то? Семен Семенович. Такими мазками, как Пикассо, такими. Пустота-то. Грубыми такими. Приготовить нежный паштет из куриной печени не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное соблюдать технологию. Итак, лук, нарезанный полукольцами, обжарьте до легкого золотистого оттенка в смеси растительного и сливочного масла. Потом положите в сковородку печень, предварительно очищенную от жилок. Обжаривайте, помешивая, минут семь, пока печень немного зарумянится. Влейте в сковородку коньяк или ром. И готовьте еще пару минут до выпаривания алкоголя. Затем добавьте сливки, доведите до кипения и потомите еще две минуты. Посолите. Снимите с огня и дайте печени остыть. После этого измельчите в блендере до однородной массы. Разложите по формочкам, выровняйте поверхность и украсьте специями, зеленью или овощами. Паштет по-королевски готов. Так, давайте попробуем сукчика. Так, а миндаль? И миндаль, да? Посыпем чуть-чуть, да? Быш, миндаля, сыра и зелень. И отправляем. Ай, зачем нужно жениться на кухне? Если не готовят, а барамерик с красоту сделает. Ну? За вас, принцессы. За принцессы. Да вот так вот. Если кто не знает, как питаются короли и королевы, так вот имейте в виду. Не ждите только от мужчины, что он сделает вас королевой, а сами превратите его жизнь в сказку. Вот если бы кому сказать, что это из пучка зелени суп, никто же не поверит. Все просто, и вот научилась, Семенович. Молодец. Очень вкусно. Очень вкусно. Я обязательно буду готовить теперь такой суп. Ну что, чаечек десерт? Да, чаечек, чаечек. Чаечек, чаечек. Откуда будем воду брать? А-а-а, Семен, Семеночка. Это же знаменитый термопод от Поларис. А, чем знаменитый? Если часто греешь воду для чая, вода портится. Тут один раз ее нагрел, и на 24 часа у тебя нужна температура. И три варианта подачи воды. Я буду использовать помпу. Мне нравятся помпы. Смотрите, термопод от Поларис. Незаменимая вещь в хозяйстве. А, вот теперь мы будем пить чай, блюдечку. И блюдечку вам тоже дам. Давай, держите. Надо обязательно попробовать. Чуть-чуть хотя бы. Может, паштет ваш пробовать? У нас есть такая тема. Вам один на двоих. Или нам один на двоих. Или мне один, а вам на двоих. Значит, что там у тебя? Манго? Саша. Манго. И варю. Порошок. Манго с лимоном. Да, с дольчиком с сучьим лимоном. С лимоном неплохо. Неплохо. Вкусно? Вкусно. Вкусно. Нежностью пробирает раздакожки. Чтобы приготовить это волшебное лакомство, разрежьте спелое манго пополам, освободите от косточки, а потом извлеките мякоть. Главное, не увлекайтесь ее дегустацией. Смешайте фруктовую мякоть с нежным творожком, а потом выложите обратно в кожуру манго. Экзотический десерт готов. Самые лучшие рецепты нашей программы каждую в среду в журнале ТВ-7. Дорогие принцессы, я вам всем желаю найти своего принца и стать королевой. Главное, хорошо и вкусно корените своего короля, чтобы он не избежал никакой другой принцессы. Мужчины, устраивайте засады и не бойтесь признаваться красивым девушкам, что они вам нравятся. Тогда есть шанс. Я в свою очередь хочу сказать огромное спасибо, Анечка, тебе и вам, Михаил, за то, что вы мне сегодня подняли настроение, научили готовить замечательные блюда. Я надеюсь, что я вас тоже научила готовить замечательный десерт. И все принцессы, вы обязательно найдете своего принца. Просто верьте в это. Ну и, конечно же, смотрите нашу программу «Барышня и кулинар». Барышня и кулинар, пальчики оближешь вкусная еда. Посмотри, послушай, здесь рецепты лучшие сможешь ты найти всегда.